Потолок в квартире Пирожковых обрушился во время очередного дождя. Пол засыпало обломками штукатурки, залило водой. На то, чтобы навести здесь маломальский порядок, ушло немало времени, говорят хозяева. Такая глыба большущая, тяжелая. Посмотрите, сколько там этого цементу. Наверное, сантиметра четыре. И вот это все упало и на кровать, и на пол, и на телевизор, на окно. Но я неделю, наверное, выметала это все. Причина аварии – постоянные протечки. Жильцы говорят, что и без того ветхую кровлю весной повредили рабочие, когда очищали крышу от снега. Теперь во время дождей вода попадает в квартиры. Чтобы избежать дальнейшего обрушения потолка, хозяева соорудили подобие подпорки. Падают вот эти доски, муж подпер, потому что боимся. Боимся прямо здесь заходить и спать боимся. Ведь если рухнут эти балки, это же все, вся комната рухнет. Ведь сейчас, если дождь идет, у нас ведь бежит дождь. На улице дождь, и у нас дождь. Управляющие компании отмечают, что дом по адресу Куйбышева, 125, построен в 50-х годах прошлого века. Специальная комиссия признала его аварийным и непригодным для проживания. Но расселять дом никто не спешит. Делать капитальный ремонт здесь тоже нецелесообразно, утверждают коммунальщики. И предлагают частичные меры. Мы сделаем ремонт кровли по максимуму, сколько мы сможем это сделать. Ну, естественно, не стопроцентный, а там где-то необходимые места разрушений. Ну, а потом устранять протечки в квартирах будем. Там, где есть разрушения, нанесен ущерб. Как-то с жителями уже решать эти вопросы. Работники управляющей компании обещают отремонтировать кровлю в ближайшие дни. Елена Еговцева, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей.